Терморезистор – это резистор, у которого сопротивление сильно зависит от температуры. У NTC терморезисторов, то есть термисторов с отрицательным коэффициентом температуры, сопротивление при повышении температуры уменьшается. Зная точную зависимость сопротивления от температуры, его можно использовать в качестве первичного преобразователя. Это термистор на 10 кОм. Это значит, что он будет иметь такое сопротивление при температуре 25 градусов Цельсия. Под ключей велком метро увидим меньшее значение. Всё потому, что температура около 30 градусов. Ну что ж, а теперь можно построить его основную характеристику. Для этого можно было бы замерять сопротивление при разных температурах, но данные для моего экземпляра были найдены. Построив график, видно не очень линейную зависимость в таком широком диапазоне температур. Но если необходимо производить измерения в маленьком диапазоне, например, измерение температуры тела, то здесь зависимость почти линейная. Но в любом случае, должно существовать уравнение, описывающее данную кривую. Выглядит оно примерно вот так. И обычно используется сумма только первых трёх составляющих, так как влияние последующих уже совсем незначительно. Переписав уравнение Стейнхарта-Харта в более привычной форме, для нахождения коэффициентов АВС, домножим матрицу сопротивлений на обратную матрицу. Таким образом, слева остаётся только матрица сопротивлений, а справа матрица температуры умножается на обратную матрицу сопротивлений. А теперь настоящий пример таких расчётов. Нужны три точки, то есть сопротивление конкретного термистора при разных трёх температурах. Пишем значение в Кельвинах. И в соответствии с уравнением, запишем матрицу обратных температур. После этого необходимо задать матрицу сопротивлений, и также найти их обратную матрицу. Всё, умножаем две матрицы, обратную матрицу сопротивлений и матрицу обратных температур. И получаем матрицу коэффициентов. Для удобства я их переопределил и вывел в десятичной форме. Вот такие вот маленькие значения получились. А чтобы не использовать всякие программки для расчёта, есть сайт, который отлично работает и выдаёт точно такие же значения. Вот такой вот миниатюрный термистер от компании Murata я буду использовать. Он имеет размеры всего лишь 1,6 на 0,8 мм. Это типа размер 0,6-0,3. И это очень хорошо, ведь он имеет маленькую термическую массу. То есть быстро нагревается от внешнего источника, и также быстро охлаждается, что очень хорошо для быстрых и точных измерений. Сопротивление 10 кОм. Точность 1%. В его технической документации дан наибольший рабочий ток 0,1 мА. Поэтому желательно использовать резистор делителя не менее 33 кОм, а не 10, как у меня. Также здесь обозначен коэффициент B при разных соотношениях температуры. Зная его, можно вычислить сопротивление при этих значениях. Подключим терморезистор последовательно с резистором постоянного сопротивления. При постоянном напряжении питания, при изменении сопротивления термистера, будет изменяться распределение напряжения в точке соединения, которая подключена ко входу АЦП. Новый проект. Выбираем нужный микроконтроллер. Вводим любое имя и жмём кнопку Finish. Включаем отладчик Sys Serial Wire. Включаем АЦП 0 канал. Выбираем наибольшее время преобразования. Во вкладке PDP выбираем первый АЦП, режим циклический, Сёкила. Теперь настроим четвёртый таймер на частоту 10 Гц, то есть период 100 миллисекунд. При частоте тактирования 8 МГц. И также включаем прерывание. Всё готово. Жмём на кнопку Сгенерировать код. Сначала добавим библиотеку математики, которая будет необходима для вычисления натурального логарифма. Создаём глобальные переменные. Сначала это массив, состоящий из одного 16-разрядного беззнакового числа. Далее переменная с половающей точкой для значения температуры. Теперь переменная для сопротивления термистера. Здесь нужно учесть, что для 16-разрядов наибольшее хранимое число может быть 65535. И также вспомогательная переменная, которая позволит выполнять код каждые 100 миллисекунд. Кроме этого, необходимо задать несколько постоянных величин. Для этого обычно используется директива Define. А название пишется заглавными буквами. А так как они являются вещественными, то пишем их обязательно с точкой. И в конце указываем тип F, Float. Таким образом, здесь задаётся сопротивление верхнего плеча и найденные ранее коэффициенты. Опускаемся чуть ниже и сначала выполним калибровку АЦП. Теперь его можно и запустить с указанием ранее созданного массива, куда и будут складываться измеренные значения. И также необходимо не забыть запустить четвёртый таймер, который будет генерировать прерывания каждые 100 миллисекунд. Запишем в главном файле callback функцию прерывания четвёртого таймера, в котором будет выставляться значение переменной SCH100MS равным 255 при каждом вызове. Сделать это можно и непосредственно в обработчике прерывания. А в главном цикле проверяем, если значение этой переменной положительно, то выполняем следующий код. А задано оно по умолчанию равное 255. При этом в конце происходит её обнуление. Восстановление же положительного значения произойдёт при вызове прерывания таймера. Итак, сначала запускаем преобразование от АЦП. Далее вычисляем текущее сопротивление фоторезистора на основе этих показаний. При этом зная, что АЦП 12-разрядный, наибольшее значение от него будет 4095. Теперь запишем локальную переменную, которая будет вычислять натуральный логарифм сопротивления. И далее используем это значение для вычисления непосредственной температуры. С применением уравнения стейнхарта-харта и заданных найденных коэффициентов. Теперь можно проверить, как это всё работает с помощью отладчика. Добавляем переменную температуры в окно Live Expressions. Также используя дополнительный вывод сериаловая аутпутная стелинка, можно выводить графики. Запустив работу, всё отлично работает. Значения с АЦП меняются, температура адекватная и график чертится. При сжимании миниатюрного терморезистора пальцами температура резко возрастает. А далее происходит плавное остывание. Если же говорить о хорошей реализации на микроконтроллере измерения с помощью НТС термистора, то здесь стоит обратить внимание на статью Дмитрия Погребняка. У него на сайте имеется отличный удобный калькулятор, который позволяет по заданным значениям создать таблицу значений АЦП, которые в дальнейшем будут интерпретироваться как определенные значения температуры. Программа написана на языке C, и поэтому немного подпилив, всё это отлично заработало с библиотекой HAL. Заходим непосредственно в папку с проектами. Далее CO, SRC и добавляем C-шный файл в эту папку. Далее заходим в папку заголовочных файлов, INC, и добавляем два заголовочных файла из архива. Теперь в среде разработки заходим в дерево проекта, нажимаем на папку и жмём Обновить. Файлы появились. Теперь добавляем в главный файл ntc.h. Открыв заголовочный файл, можно увидеть несколько определений. Например, если температура превысит 125 градусов, то функция вернёт значение минус 55. А вот эта таблица со значениями АЦП, по которой и будет происходить поиск. В общем, всё, что нужно, это в главном файле получить значение САЦП и запихнуть их в функцию CalcTemperature. И здесь есть небольшая особенность. Тип функции знаковый 16-разрядный, чтобы получить температуру в Цельсиях, домножим на 0.1. Вот и всё, теперь можно и зайти в отладчик. И добавить переменные в окно LiveExpressions, если этого не было сделано ранее. Отлично, всё работает. Показания изменяются с шагом 0.1 градус Цельсия. Соответственно, если такая точность не нужна, то количество значений в таблице можно уменьшить. А теперь можно помучать термистер высокими температурами. Здесь видно, что тепло передаётся очень хорошо от паяльника, даже несмотря на плохой контакт. И нагрев термистера очень быстр. А при выходе за установленную верхнюю рамку выдаваемое значение минус 55. По умолчанию верхнее и нижнее значения перепутаны. Нужно было просто переставить их местами. Также при удалении источника нагрева температура очень быстро снижается. Инертость миниатюрного датчика очень маленькая. Особенно, если использовать тонкие длинные проводники. Для защиты датчик хорошо бы запихнуть в металлическую гильзу. А соединение провести с помощью термопроводящего клея. Но для некоторых случаев подойдёт даже термоклей. Так же, как и при подключении фоторезистора, лучше всего снимать только показания с АЦП. Передавать данные и вычисления производить уже на телефоне, например. Для этого, как всегда, отлично подойдут Bluetooth-модули серии GDI. Например, 23. В программке происходит всего лишь снятие показаний с АЦП. Превращение 16-разрядного числа в 2 8-разрядных. И их передача через UAP. Всё. Перенятые данные на телефоне успешно используются для вычисления температуры с применением уравнения стейнхарта-харта. С возможностью их записи во внутреннюю память. Таким образом, можно очень удобно получать показания, находясь на расстоянии от датчика. Ну а телефон всегда под рукой. Ещё нужно не забыть отфильтровать полученные измерения. Здесь видно строящиеся сразу две кривые на одном графике. Сырые значения и отфильтрованные. Нужно обратить внимание на всплески. Они происходят, когда значение с АЦП плавает на несколько единиц. Что будет выглядеть как резкие, почти хаотические изменения последних разрядов числа. А фильтр среднего скользящего успешно сглаживает эти кратковременные резкие изменения. И получается красивая гладкая кривая и плавные, чёткие изменения показаний. Также интересно сравнить показания с другим термометром. Он показывает 68 градусов. А вот в приложении на телефоне показания ИК-2 доходят до 62 градусов. Причём, посмотрев по графику зависимости сопротивления от температуры, расчёт происходит правильно. Расчётное сопротивление 2345 Ом. Для 68 градусов должно быть 1861 Ом. Чтобы удостовериться, что оцифровка происходит правильно, Я подключу датчик напрямую к Омметру при температуре 100 градусов Цельсия и пении воды при нормальных условиях. Хм, показывает примерно 970 Ом, что соответствует температуре 88 градусов. Из сотни должно быть примерно 674 Ома. Откуда-то берутся лишние 200 Ом. У датчика есть погрешность 1%. Но точно такие существуют и с погрешностью 5%. Довольно длинные проводники, но не будут же они давать такое большое сопротивление. Конечно, стоит ещё учитывать возрастающее сопротивление при нагреве металла. Вот поэтому для нормальных измерений температуры необходимо приобретать не безымянные термистеры, а ферменные с чётким названием и сопроводительной документацией. Ну или произвести калибровку. У меня таких термистера 2 штуки, и оба показывают примерно равные результаты между собой. Так что, имея даже простенький термометр и Омметр, можно найти нужные коэффициенты. Теперь нужно защитить миниатюрный термистер от внешней среды, и сделать его ещё водонепроницаемым для измерения температуры жидкостей. Хорошо бы использовать медный цилиндр, запаянный на конце, так как у меди высокая теплопроводность. Но она и не так устойчива к внешней среде, так что обычно используется нержавеющая сталь. А чтобы хорошо закрепить датчик, и не только закрепить, а создать хорошую теплопроводность, я советовал бы к использованию специальный теплопроводный клей, например вот этот. Но вообще, конечно же, можно использовать герметик, да и даже термоклей сойдёт. Провода выбраны не самые удачные, конечно. Если датчик будет находиться в спокойном состоянии, то можно использовать довольно тонкие проводники. Если же он будет постоянно перемещаться, то, думаю, неплохим решением будет использование проводов силиконовой изоляции, которые используются в радиоуправляемых моделях. Они очень эластичны и выдерживают высокие температуры, то что нужно. Всё готово, ждал сутки, пока всё засохнет хорошо, и теперь можно провести испытание. Температура кипящей воды 100 градусов Цельсия при нормальных условиях. При погружении датчика изменение температуры очень быстрое, даже несмотря на наличие фильтра. Благодаря тому, что теплоёмкость всей этой конструкции очень мала, чего мы и добивались. И показания быстро выходят на примерно 100 градусов. Но и при изъятии датчик быстро остывает, и температура сразу же снижается. Кстати, коэффициенты были взяты по 3 точкам 25, 50 и 80 градусов. Так что если использовать более верхнюю точку, то можно будет добиться ещё более точных показаний. Ну или калибровка.